Привет! Меня зовут Даша и сегодня я хочу с тобой поговорить об широкоформатных книгах вот такого плана. О моём отношении к ним, и, конечно, я покажу те книги этого плана, которые входят в мою библиотеку. Оношения у меня более такое, не очень я их люблю, если честно. Почему? Потому что информационные они чрезвычайно скудны за редким исключением, часть исключения есть. При этом то, как рассказывается вот эта информация, которая там публикуется, она может ввести читателя в заблуждение. Не то чтобы читатели делали это специально, но как-то вот у них это случайно получается, тем не менее факт налицо. Так почему же я их всё-таки покупаю? Из-за шикарных иллюстраций. Я обожаю портреты, извините, не разбираюсь в искусстве, классические такие, знаешь, портреты, изображающие людей 18-19-17 веков. Знаешь, когда леди ходили в платьях с пышными юбками, а джентльмены были не просто мужчинами, как сейчас, а правда джентльменами. Ты меня можешь спросить, почему же ты не покупаешь в таком случае альбомы? Они же несовсетно дорогие, а шарфоводные книги, они всё-таки стоят дешевле. Плюс там есть какая-никакая, но информация, так что двух зайцев над ним выстрел. Ну, перейдем к нашим барашкам. Вот так, первый барашек. Это вот такая золотая книга рукоделия. Она действительно золотая, я её обожаю. Не знаю, что здесь нет ленованных страниц, и обложка просто твёрдая. Всё-таки ведь не всё золото, что блестит, да, главное. Содержание. Содержание шикарное. Очень много иллюстраций. Ну вот, допустим, хотя бы, да. Здесь есть предыстория того или иного вида рукоделия. Вот, например, тут же и картина приводится. Информация подана замечательно. На 5 с плюсом. Дети схемы простые, то есть уровень для новичков, что мне тоже очень приличает. Но больше всего я влюблена в оглавление. Сейчас я тебе покажу. Оно в картинках, то есть указано какое-либо изображение, связанное с этим рукоделия, и информация, какая страница и название. Два вот таких вот дома. Минусинцы и Великая Отечественная война. Великая Отечественная война я отношусь очень-очень трепетно. Книга составлена необычными составителями, краеведами. Здесь есть информация о минусинцах, обожая город Минусинск. Есть фотографии, есть письма, ну вот этих солдат, которые уходили на войну родные, цитируются. Есть районная хроника, вот такого плана. Видно тебе? Не знаю, надеюсь, что видно. Ну вот, например. По материалам газеты «Власть труда» с рот этих годов, 23 февраля, начались военисированные соревнования лучшего бойца лыжника. 15 марта прошло районное совещание передовиков сельского хозяйства. Замечательное здание, потрясающее. Ну, моя любимая присказка. В Минусинске все самое лучшее. Вот эти две книги были написаны. Минусинская книга посвящена старому Минусинскому кладбищу. Называется она «Минусинские некропы. Мир, прах, учесть имени». Я обожаю это кладбище. Там есть могилы 18-18 веков. Рассказывается история кладбища. Рассказывается биография достойных людей, которые там захоронены. С фотографиями, все как положено. Подача информации потрясающая, замечательная. Не придраться. Вот, допустим, фотография старой-старой-старой-старой-старой могилы. Водится, примерно, более слезливых последних слов близких человека. Также к этой книге прилагается карта-схема. То есть она разворачивается. То есть вот она, с одной стороны, и с другой стороны она выглядит вот так. То есть с фотографиями памятников. Вот такая книга «Великие российские династии». Это в прямом смысле содержание оправдывает свое название. Здесь написано действительно просто перечень, как династия сложилась, Семен. Но до такой степени запутанно, что когда я читала эту книгу, мне приходилось составлять схемы, чтобы понять. Ну, например. Солхомир, названный Иоанном Мирославичем, получил боярство в Рязани с рукой княжны Настасии Ивановны. От брака их родился единственный сын Григорий Иванович, тоже боярин, у которого было четыре сына. Боярин же Михаил, владетель Венева и Ростовца, одиночальник Рюкова. Григорий, поселение Вердилеева, сделавшийся праотцом Вердилеевских. Иван Кончая, владелец Беспутского стана и Михайлова поля. Константин прозван Динным. И в таком духе вся книга. Ну, схемы здесь есть, все-таки, хотя по большей части их здесь нет. Ну, допустим, дословное Древо Акалисских князей. Сейчас еще что-нибудь тебе найду. Вот, совершенно шикарное, дословное. Вот, смотри, какая красотень. Слушай, вот, если ты знаешь графическую программу, с помощью которой можно создать вот такую красотень, обязательно напиши мне, потому что не хотелось бы все это делать в графическом редакторе. Очень нудно, мутно, долго. Потрясающее количество, мне очень нравится, что у каждого рода обязательно есть изображение герба в этой книге. Обязательно есть, собственно... Портреты представителей рода. То есть, и даже, даже, даже здесь есть изображение кольчуги, которую носил тот или иной там, не знаю, потомок достойного рода. Так что книга все-таки замечательная, хоть и информационно изложена очень сухо и скудно. Информация, но она богата, эта информация. Главное, вот, если пробираться еще сквозь вот эти дебри, сухо... дебри, дебри. Если еще пробираться сквозь эти дебри сухого языка, вообще, вообще, все здорово будет. Ты извини, что солнце на меня вот так вот как-то непонятно светит, я периодически прячусь у тебя в тени. Энциклопедия «Страна мира». Ну, классический атлас, здесь все просто и понятно, я даже особо показывать не буду. То есть, приводится страна, краткая информация о ней, карта. Сто великих любимых историй, как я показывала в своих покупках. Классная обложка, потрясающая, я ее люблю. Правда, ее держать в руках. Я бы ее из рук никогда бы не выпускала. Но это не писать словами, ты нужно только подержать в руках, почувствовать, это поймешь. Шикарные иллюстрации. Деление на периоды, то есть, идет от древнейших времен и заканчиваясь современностью. То есть, казалось бы, никаких нареканий, но здесь есть тот самый момент, о котором я говорил в самом начале видео. Подача информации такова, что у читателя может создаться неправильное впечатление о происходящем, о том, что рассказывается. «Царство Флоры». Потрясающе совершенное издание, которое очень интересно повествует о легендах, связанных с тем или иным растением. Более того, конечно, есть иллюстрации. Есть не только картина с изображением растения, или дерева, но и подробно изображение, в данном случае листа. Или чего тут? Ну да, листьев, там ветки. Такая очень познавательная книга, очень хорошо подана здесь информация, вообще никаких нареканий. Вообще никаких. «Тайм Дома Романовых» эта книга является по большей части просто набор коротеньких заметочек об тех или иных романовых. На протяжении книги иллюстрации не пистрят, так как они обычно пистрят в подобных планах зданиях. Они сгруппированы в центре книги. То есть вот таким образом. Они разбросаны по всей книге, я сгруппирована в центре, повторюсь. «Любовные письма великих». Я глубоко разочарована данным изданием, в связи с тем, что мне очень не понравилась подача материала. Публикуются от одного до трех письма великого человека, но при этом нет ответа, не публикован ответ на это письмо. Мне кажется, такой подачи информации неверное представление создаётся. Понравилась обложка, очень понравились иллюстрации. Они непосредственно связаны с темой книги. Ну вот, например. Блин, как? Вот. Ну, мне и не понравилась иллюстрация. Дело в том, что, видимо, состоители решили создать такую атмосферу любви и разместили картины. Либо там «Многая девушка», либо какая-то сцена из мифа, связанного с любовью. Почему они мне не нравятся? Не потому, что я там такая вот консерваторша, мне не нравится обнажёнка. Нет, я к этому нормально отношусь. Ну, блин, качество картин. Ангелочки изображены так, словно они не ангелочки, а серийные маньяки. Причём уже отсидевшие. Попробую тебе сейчас найти и показать. Ну, вот, например, вот этот ангелочек. Ты посмотри, он же её убить хочет. Заволос оттаскать и изнасиловать потом. И убить, задушить. Или ещё что-нибудь такое. И расчленить потом. И вот очень много картин таких. Есть и достойные, но много вот именно с такими ангелами, мутантами. Или вот, например, взять вот эту картину. Вот парень выглядит таким образом. Будто кричит. А, остановись, не убивай меня качелями! Ну, может быть, я, конечно, немножечко перебарщил в этом плане. Ну, вот так вот я воспринимаю. Очень мне понравилось, что здесь есть портрет автора письма и портрет получателя письма. Плюс очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень короткая история любви, которая послужила причиной переписки. Буквально абзацик. Вот. Вот этот небольшой объём – это всё, что рассказывается. «Правила вежливости советского этикета». Обожаю эту книгу. Она словно вынырнула из XIX века, из какого-нибудь пансиона благородных девиц, и попала в современный мир. Обожаю её. Здесь, кстати, иллюстрации замечательные. Замечательная книга, я её очень люблю. «Герой русской истории». Неплохая, в принципе, широкоформатная книга с заметочками, посвящённые тем или иным героям. Я, правда, не назвала Василия Шуйского героем вообще никак. Но, тем не менее, действительно, короткие заметочки. Вот, буквально, вот всё, что написано «Василия Шуйского», вот там вот. Вот это один лист на странице, не знаю, как. Это уже другое пошло. То есть, и так по всей книге, и про всех. Ну, в принципе, знаешь, неплохо. Ёмко, коротко, строго, сердито. Осталось две книги «Колепейси». Они обе посвящены Египту. Одну я уже показывала, вот эту, повторяться не буду, просто вставлю ссылку. И вторая такая, «Трильный Египет». Тоже набор, просто набор очень коротеньких статей с шикарными иллюстрациями. Вся эта информация достоверная, интересная, изложена. Всё коротко, но по существу замечательное издание. На этом всё. Я желаю тебе, чтобы тебе в жизни всё попадалось, только всё самое качественное. Будь то книга, одежда или вторая половинка. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok